В половине девятого утра личный состав караула пожарной части номер 4 был поднят по учебной тревоге. На режимном объекте произошло условное возгорание зданий и возникла угроза радиационного заражения сотрудников и окружающей среды. У пожарных всего две минуты, чтобы добраться до места аварии. По данному мероприятию было вызвано необходимое количество сил и средств, сосредоточено на месте возгорания. В том числе это был АБР-робот и АП-5000, то есть это автомобиль порошкового тушения. В учениях был задействован личный состав караула, а также дежурное подразделение войсковой части 32-74. Военнослужащие Саровской дивизии одним из первых прибыли на место учений и приступили к отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В течение полутора-двух часов мы развертываем пункты управления, организуем взаимодействие, входим в связь с подразделениями МЧС, гражданской обороны, подразделениями Орфеат Снеев и организуем взаимодействие уже по всем системам, по всем сферам. Рядом с местом условного возгорания оборудовали передвижной штаб, наладили связь и подготовили пункт для санитарной обработки сотрудников объекта. После отработки действий на месте аварии руководители силовых структур и спецслужб прибыли в оперативный штаб для проведения заключительных этапов учений. На месте ликвидации аварии пожарными, так как по сценарию было сначала возгорание, сначала был создан штаб пожаротушения, после работы по ликвидации возгорания и комиссии КЧСО принимается решение высылки оперативной группы на место аварии, и уже по результатам оценки аварии создается оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Специалисты отметили, что предприятие «Росатома» впервые участвует в таких учениях, а поэтому не обошлось без ошибок и недочетов, которые планируют устранить в кратчайшие сроки. Отработав все этапы, руководители структур подвели итоги и дали оценку действиям спецслужб. Сегодня все прошло штатно, нормально, организовано. Когда используется много техники, много людей, то есть необходимо уделять внимание охране труда, безопасности, чтобы все было сделано четко, сегодня это и было выполнено. Всего в тактико-специальных учениях приняли участие несколько сотен человек и десятки единиц специальной техники. Впереди у спецслужб работа над ошибками и подготовка к отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Сарова, 24. Продолжение следует...